13-летняя Камила Валиева чисто прыгнула четверной. Ей уже прочат победу на следующей олимпиаде. Неужели она так хороша? Если ты еще по каким-то причинам не подписан на наш канал, то обязательно подпишись, нажми на колокольчик, ставь лайк и обязательно пиши комментарий. Нам важно твое мнение. В России не ослабевает бум фигурного катания. Сложно найти другой вид спорта, где даже соревнования юниоров вызывают мощный интерес болельщиков и СМИ. А в фигурном катании ажиотаж вызывают даже тренировки. В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России. Их участники в силу возраста пока не могут выступать во взрослых соревнованиях, но среди них уже есть настоящие звезды. А одной девочке специалисты и вовсе прочат борьбу за золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Настолько Камила хороша. И конечно, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. До старта юниорской серии Гран-при остается меньше месяца. На контрольных прокатах спортсмены показывают товар лицом и получают рекомендации от заслуженных специалистов, чтобы успеть отшлифовать программы к первым официальным стартам. Топ событием смотра юниоров стали упутупления девушек, среди которых были сразу четыре ученицы Этери Тутберидзе. В короткой программе практически все фигуристки выступали чисто, избежав срывов и падений. Наибольшее впечатление на специалистов произвела 13-летний Камила Валиева, чья девочка на шаре была названа Тутберидзе лучшей программой прошлого сезона. Тренеры решили сохранить номер, вдохновленный картиной Пабло Пикассо и на дебютный сезон Камилы по юниорам. Валиева покоряет зрителя не только сложными прыжками, но и потрясающим скольжением. По этому параметру ее сравнивают с Аленой Косторной, которая завершила юниорскую карьеру в прошлом сезоне. В произвольной программе все по традиции ждали четверных от воспитанницы Этери Тутберидзе. В Новогорске на прыжок в четыре оборота решилась только Валиева, зато ее четверной тулуп получился идеальным и стал настоящим украшением дня. Многие эксперты прочат Валиевой очень успешное будущее, вплоть до борьбы за золото на Олимпиаде в Пекине. А ведь олимпийский сезон станет для нее дебютным на взрослом уровне, прямо как у Алины Загитовой перед золотым пьончханом. Еще одна перспективная ученица Тутберидзе Алена Канышева, перешедшая в Хрустальный из группы Светланы Пановой в этом межсезоне, четверные пока только учат. Да и имеющиеся в ее арсенале элементы в Новогорске выполнила не без помарок. Майя Хромых и Дарья Усачева, также занимающиеся у Тутберидзе, в целом показали уверенное катание, но сорвали по одному прыжку. Среди представительниц других школ весомую заявку на успешный сезон сделала Ксения Синицына. Ее прокат получился чистым и качественным, а сложный каскад из странных Лутца и Риттбергера показал, что Ксюша способна набирать высокие баллы. Мы уже привыкли к тому, что юные фигуристы находятся в тени ровесниц и порой даже уступают им по заработанным очкам. В Новогорске тенденция не изменилась. Хедлайнером юниорских прокатов был ученик Тутберидзе и действующий чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов. Но оправдать аванс 14-летний фигурист не смог. В произвольной программе он упал после тройного акселя и четверного Лутца и прыгнул еще один аксель, а также ошибся в двух каскадах. К сожалению, остальные юниоры тоже не впечатлили. Контрольные прокаты в Новогорске продолжатся выступлением спортивных пар, но, пожалуй, для широкой аудитории главный итог смотра юниоров уже понятен. Никакой ямы после перехода блестящих трусово-щербаковой и Косторной во взрослой катании у российских юниорах нет. Но, судя по всему, вместо примерно ровного трио мы получим неналичную фаворитку, зато такую, которая способна обыгрывать вчерашних юниорах Тутберидзе уже на взрослом уровне, в том числе и на Олимпиаде в Пекине. Кто же такая Камила Валиева? Своей странички в Википедии у нее пока нет, что, несомненно, в ближайшее время будет исправлено. Ей 13 лет. Родилась Камила 26 апреля 2006 года в Казани, но по-татарски не говорит. Рост 150 сантиметров, вес 35 килограмм. Но эти данные уже даже после выхода ролика могут оказаться неточными. Подростки быстро растут. Родную казанскую спортивную школу Валиева сменила в 6 лет на московскую под названием «Москвич», столице нашей родины. Шло время, а прогресса не было, хотя уже в 8-летнем возрасте она выделялась. Девочка и ее мама стали задумываться о будущем вне спорта, но решили попробовать себя в другой школе – «Самбо-70». Этери Тутберидзе посмотрела на девочку, что-то в ней разглядела и пригласила в свою группу. Было это чуть больше года назад. Ну а дальше вы знаете. Идеальная растяжка, грация, волшебные руки, скорость вращений и результаты, растущие с каждым днем. Новая произвольная программа у Валиевой будет под «Экзокинезис» группы «Мьюз», прямо как у Евгении Медведевой, только в короткой программе. Прыжковая начинка у 13-летней фигуристки сильнее, чем у многих взрослых. Четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады, тройной флип плюс двойной тулуп, тройной лутц плюс тройной тулуп, тройной флип плюс ойлер плюс тройной сальхов и еще один тройной лутц. Четверной тулуп пока единственный элемент ультра-си, который Камила решается выполнять в официальных программах и контрольных прокатах. Но останавливаться на этом фигуристке и ее команда, конечно, не будут. Следующим элементом в планах значится четверной сальхов, возможно, его удастся отточить уже по ходу сезона 2019-2020, а вот до чего-то другого, скажем, тройного акселя надо еще дорасти. В переносном смысле, конечно, на удочке он делается, а у страха, как известно, глаза велики. Когда этот барьер упадет, коронка Елизаветы Туктамышевой окажется и в программах Валиевой. В мире есть семь нот, из которых разные композиторы придумали миллионы разных мелодий. Однако фигуристы частенько для своих программ выбирают одну и ту же музыку. Случается такое и в одном сезоне, что создает как тренды, так и проблемы. Мулен Руш. Помешательство на красной мельнице. Если абсолютным трендом прошлого сезона была Кармен, то в этом эстафету перехватил фильм-мюзикл Мулен Руш. Сразу две российских одиночницы, а также танцоры, выбрали музыку из этого фильма. Танислава Константинова объявила музыку для новых программ еще в начале апреля. Фигуристка призналась, что хотела себя обезопасить от сравнений, рано объявив музыку, но не вышло. Уже летом ее коллега из Санкт-Петербурга Софья Самодурова заявила, что поставила произвольную программу «Танго Роксаны» вместе с Ильей Авербухом. Будет ли Константинова кататься именно под эту песню? Скорее всего, поскольку мелодия очень популярна среди фигуристов. Одно известно точно, девушкам придется очень постараться делать программы и костюмы непохожими, чтобы обратить внимание на себя. Также в новом сезоне под «Мулин Руш» произвольную программу будет исполнять японский одиночник Кадзуки Томона. Юнион показал свой новый номер под «Танго Роксаны». На одном из ледовых шоу в упрощенной версии постановщиком номера выступил Миша Ге. Александра Степанова и Иван Букин тоже сделали выбор в пользу «Красной мельницы», однако мелодия из саундтрека другая – «Парклинг Даймондс» в исполнении Николь Китман. «Ла-Ла Ленд» для танцоров. И снова фильмы-мюзиклы. Сразу две юниорские пары в новом сезоне будут исполнять ритм-танец под композицию «Сити оф Старс» из киноленты «Ла-Ла Ленд». Софья Тютюнина, Александр Шустицкий и Елизавета Худайвердиева, Андрей Филатов. На прошлой неделе своей постановке обе пары представили на конкурольных прокатах Новогорске. Можете посмотреть их номера и определить, у кого лучше получилось передать атмосферу творческого Голливуда. Китайский одиночник Хан Ян для своей произвольной программы также выбрал саундтрек из «Ла-Ла Ленда», однако пока непонятно, какие именно песни войдут в номер. «Симфония Экзогенезис» от «Мьюз». В этом сезоне также присутствует определенный тренд на «Мьюз». Главная звездочка юниорок Этери Тудберидзе Камила Валиева на контрольных прокатах исполнила произвольную программу под композицией группы «Мьюз» «Экзогенезис». «Симфония» – парт 3. Постановка Клейхенгауза вышла очень чувственной и раскрыла фигуристку, а в начале Валиева исполнила четверной тулуп. Еще в апреле о таком же выборе музыки сообщила бывшая ученица Тумберидзе Евгения Медведева. В цикле «Мьюз» три песни, и обе фигуристки выбрали часть именно с подзаголовком «Ready Memption». На счастье девушек, Валиева только собирается покорять юниорское катание, а Медведева пытается вернуть лавры во взрослом. «Список Шиндлера» уже классика. Фигуристы вновь обратили внимание на музыку из фильма «Список Шиндлера», знаменитую постановку Юлии Лепницкой. На года запомнили многие, теперь спортсменам приходится придумывать что-то новое. Танцоры Софья Ядокимова и Егор Базин, объявив темой «Список Шиндлера», сразу сообщили, что не собираются опираться на историю о девочке в красном пальто и сделают что-то новое. Постараются удивить и одиночники. Произвольная программа под эту пронзительную мелодию будет катать американец Джейсон Браун. На списке остановилась и японка Сатока Мьяхара, однако у нее заявлена другая обработка всеми используемой мелодии, возможно, более чувственной. Посмотрим, что получится показать на льду и японской фигуристки. И еще несколько совпадений. Под песней Петера Чинкотти будут выступать и Морис Катилашвили, и Диана Дэвид с Глебом Смолкиным, однако у грузинского фигуриста короткая программа под Always Watching You, а танцоры включили в свою произвольную другой трек Чинкотти. Выбор Дмитрия Алиева в произвольной программе пал на песню рок-группы Disturbed The Sound of Silence. Такую же композицию для большой постановки избрали Алиса Ефимова и Александр Коровин. Бельгийка Луна Хендрикс оставила прошлогоднюю короткую программу под песней Céline Dion It's All Coming Back To My Now. Под эту же песню будет произвольно кататься канадка Гэбриэл Дейлман. Мюзикл 42-я улица неожиданно оказался популярным сразу двух танцевальных пар из России. В следующем сезоне ритм-танец под музыку из этой постановки будут кататься Софья Ядокимова, Игорь Базин и Ксения Конкина, Павел Дрозд. Не все фигуристы объявили композиции к новому сезону, так что вполне вероятно, что повторений в списке окажется больше. Все будет зависеть от спортсменов, если в номерах будут отличительные черты, то никто не обратит внимания на одинаковую музыку. Субтитры создавал DimaTorzok